Для Альгердеса Валентинаса, владельца прогулочного корабля Вассера, рабочий сезон уже закончен. Литовское лето дает нам нормально поработать только один месяц в году, говорит занимающийся перевозкой людей из Клайпеды на Курскую косу Альгердес. Гонять 20-метровый корабль через Курский залив полупустым и быточно, а набрать пассажиров в непогоду – задача совершенно безнадежная. Как собственные попытки конкурировать с паромной переправой. Ситуация еще больше усложнилась, когда город решил запретить швартовку кораблей в бухте замкового порта. Это закрытое со всех сторон место оберегало корабли от волн и ветра. Стоять приходится у речного пирса. В результате корабли бьются о причал. Раньше мы стояли вот тут, у этих причалов, но два года назад их отдали замковому музею. Якобы тут будут швартоваться исторические корабли. Два года прошло, ни одного корабля мы тут не видели. «Самоуправление просто обворовывает нас. Говорят, хотите стоять тут? Платите 8 евро за один метр причала. Для корабля длиной в 15-20 метров собирается значительная сумма». Швартовка в реке обходится владельцам кораблей в 3-4 раза дешевле, чем цена, предлагаемая самоуправлением. Но находиться у этих причалов во время сильного ветра опасно, а спрятаться кораблям негде. Владельцы кораблей просят у города хотя бы временного убежища в безопасной бухте на времени погоды. Чиновники, в свою очередь, говорят, что это место передано музею истории, и швартоваться тут могут только исторические корабли. То, что музей начнет работу в лучшем случае через год, когда закончится реконструкция одной из паттерн Клайпетского замка, и до этого пирс будет пустовать, чиновников, судя по всему, не волнует. В будущем в Клайпете должны появиться дополнительные места для малых судов. Сегодня больше мест нет, сказала заместитель директора администрации Клайпетского самоуправления Элида Монтулова. Все возможности города на сегодняшний день исчерпаны. Свободных пирсов нет. В будущем причалы появятся рядом с горкой Йонаса, но там будут швартоваться только лодки. Для 15-метровых кораблей там места не будет. «Они держат пустой 50-метровый причал и говорят, что у них нет места, а нас засунули в реку. Один раз во время шторма один из кораблей попытался пришвартоваться у этого причала. Кто-то обрезал ему швартовочные веревки. Только по счастливой случайности удалось избежать аварийной ситуации. Очевидно, что нас просто выгоняют из города и из этого бизнеса». Малые корабли оживляют город и положительно влияют на его туристическую привлекательность, говорят работники сферы туризма. Но все же владельцам следует присмотреть за качеством предоставляемых услуг и инвестировать в ремонт кораблей. Возить туристов на ржавых лодках стыдно. Клайпид – это морской город, и все корабли, которые находятся в нашем городе, украшают его. В принципе, что с маленькими корабликами, то если есть спрос, есть и предложение, они до сих пор идут в дельфинаре, в морской музей. Это значит, что людям такая услуга нужна. А какие они, эти корабли, это, наверное, уже зависит от собственников. И, конечно, хотелось бы, чтобы условия в них или эти услуги улучшились. И все же самое сильное испытание ожидает малый суда в будущем. Паромная переправа и Литовский морской музей «Аквариум» давно планируют создать единый, комплексный билет по схеме «паром плюс музей» и «паром плюс дельфинарий». В таком случае собрать пассажиров для своей деятельности владельцам малых кораблей станет в разы сложнее. И еще, говоря об отсутствии свободных причалов, это корабль «Ева». Он затонул 20 лет назад. С тех пор 50-метровое судно занимает почти треть пирса в порту малых судов. Казалось бы, что стоит достать корабль из воды и разрезать на металл? Но заняться этим некому. Ссылаясь на судебные тяжбы и банкрот владельца корабля, заняться очисткой причала от ржавеющего и загрязняющего воду металлического хлама не хочет никто. Кстати, за этот простой у пирса уже накопился долг в 40 тысяч евро. Только вот отдавать эти деньги, похоже, никто не будет. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.